В районах Волгоградской области сегодня в обязательном порядке проходят сходы, на которых местным жителям разъясняют, как действовать во время паводка, а также в пожароопасный период. Работа с населением ведется в эти дни и в Камышинском районе. Здесь осенью прошлого года от огненной стихии серьезно пострадали села Дворянская и Усть-Грязнуха. О том, как перезимовали погорельцы во вновь отстроенных для них домах, глава района Владимир Дорофеев рассказал на личной встрече с губернатором Анатолием Бравко. Владимир Дорофеев сообщил главе региона, что строения, возведенные для пострадавших от сентябрьских пожаров, выдержали испытания холодами. Жалобы от людей не поступали. Да и в целом отопительный сезон в Камышинском районе проходит без сбоев. Более того, закрытие в последние годы нерентабельных котельных, работающих на дорогостоящем мазуте, строительство новых автономных и перевод жилых домов на газ позволило заметно снизить затраты на энергоресурсы. В планах Камышан ликвидировать еще семь старых котельных в сельской местности и городе Петроввал. На эти цели в нынешнем году из областного бюджета будет выделено 12 миллионов рублей, еще восемь из местной казны. Другая, не менее важная тема разговора с губернатором – решение проблемы с нехваткой детских садов. Кроме того, что в Камышинском районе ежегодно открываются дополнительные группы для малышей, здесь планируется и появление новых дошкольных заведений. Это продолжение строительства детского садика в селе Толовка. Уже в 2011 году строительство нового детского сада в Нижней Добринке. На 2013 год, в 2012 году мы будем делать проект. И строительство в Нижней Добринке для школы спортивного зала. Это единственное село, которое не имеет спортивного зала. И еще одно спортивное сооружение должно появиться в Камышине в 2012 году. Это физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня районные власти как раз занимаются подготовкой данного проекта.